всем привет некоторое время назад мы рассуждали на тему что такое идеальная чайная stories я проводила опрос и вы тоже могли участвовать отвечаю на простые вопросы что такое для вас идеальная чайная как часто вы ходите в кафе кофейне что-то подобное и как много денег вы готовы платить за стакан чая многие из вас ответили на эти вопросы спасибо большое на основании ваших ответов своего собственного мнения и мнение других чайных людей с кем я имела подобные беседы я сейчас расскажу вам немножко об идеальном чайном клубе о том идеальном чайном клубе который существует в наших головах но как показывает опрос не существует в реальном мире то есть пока никто не сказал что вот это чайная самое идеальное и мне там все нравится давайте я сразу расскажу какое место чайное место существующие в россии нравится мне на сегодняшний день больше всего даже несколько назову мест ни одно из них не является идеальным для меня и я бы хотела в этом что-то изменить и скажем даже больше я бы хотела взять от каждого из этих мест по какому-то компоненту добавить туда немножко своего личного видения и тогда бы получилось идеальное чайное так вот наиболее классные чайные заведения на сегодняшний день мне кажется это в питере как это может быть банально звучит но это чайный дом все чайных домов питерем а также квартира кости кроется ну там конечно интерьер решает в москве это заведение виктора енина особенно чайная на тверской но там просто мое сердце покоряет мороженое я ничего не могу с этим поделать и новая чайная это нитка андрея колбасинова а теперь я расскажу о том что такое идеальное чайное для меня и для тех людей кто ответил на вопросы в моих stories буду подглядывать немножко в записи и так во первых мы сразу сталкиваемся с тем что нет образа идеальной чайной для всех как всегда у нас есть скажем так староверы те кто любят чтобы чайная была в полумраке чтобы там сидели на полу и в общем то они не против эзотерической какой-то направленности в я считаю что чай это такое сакральное это мистерия это то что должно быть очень сдержанно и одухотворенно я не против этого просто моя идеальная чайная немножко другая и я скорее ближе к тем людям которые считают что идеальное чайное это светлое пространство открытое но где безусловно есть какие-то тихие уголки то есть это не макдональдс но при этом это светлое просторная с возможностью сидеть как за столом по европейски так и на подиуме своеобразно на подиум это называется с подушками то есть в таком азиатском стиле и мне кажется самое важное чтобы в этой современной чайной было именно возможность выбора во всем смотрите многие из нас действительно считают что чай это долго это когда мы хотим поговорить с кем-то из друзей такое провести вечер или несколько часов комфортной обстановке неспешно и тогда скорее всего если нам позволяют наши физические возможности мы выберем подиум и будем так растекаться в подушках пить неспешно чаек возможно один за одним и это будет классно но в то же время надо понимать что у нас есть современное общество и ритм не всегда такой что мы готовы потратить несколько часов иногда мы просто идем куда-то от точки а в точку b и мы не против выпить горячий напиток как правило это оказывается кофе потому что чайные альтернативы просто нет так вот если бы была чайная альтернатива в таком же формате как существуют кофейни спешлти кофейни то есть это возможность взять напиток быстро без церемоний в дозированной чашки скажем тогда называем это стакан либо понимаем что это порционный чайник там 300 миллилитров условно 500 миллилитров но это быстрый формат когда ты можешь быстро получить свой напиток в течение там пяти минут и выпить его до за столиком но быстро возможно с какой-то булочкой возможно с какой-то недолгой беседой те же самые деловые встречи недолгие под чай это было бы классно и конечно вариант to go когда ты можешь взять напиток с собой я очень часто оказываюсь такой ситуации что я бы хотела выпить чая скажем так на ходу и вариант to go и вариант посидеть на 30 минут это оба быстрые варианты непривычные для чайного такого сообщества но они необходимы и их просто пока нет пока в формате кофеин спешлти кофеин мы можем увидеть просто чай черный чай зеленый чай травяной эрл грей да или молочную то есть какой-то быстрый формат уже есть но градации по чаям сортам вот такого вот нет скажем вот вышеупомянутая нитка чайная она совмещает в себе уже приятно этот хороший выбор чая то есть это уже какие-то скажем так коллекционные варианты при этом быстрая подача но я бы хотела чтобы в чайной современной была возможность выпить чай любым способом в идеале всех традиций мира русский пожалуйста европейский не вопрос китайский пролив посуда вот она вся турецкий индийский да какой угодно японские в аутентичной посуде качественный не знаю в императорском фарфоре в настоящих японских чашах то есть для каждой традиции своя посуда чтобы человек мог попробовать качественный чай из разных стран и именно попробовать его в том формате в каком пьют его в тех странах или пили когда-то если традиция сейчас не сохранилась мне кажется это и есть преимущество чайный когда ты можешь попробовать супер круто чай в правильной посуде правильно заваренные но не растягивая это на полтора часа и то есть если это пролив то ты завариваешь сам да тебе показали заварку ты продолжаешь заваривать сам но ты пьешь из правильной посуды скажем так в условиях данной традиции и пьешь классный чай и тут следующий вопрос что этот классный чай должен стоить адекватных денег скажем один из самых дорогих чаев которые я пила за последний год это был шенпуэр типа лао банджан для тех кто не знает в общем это крутой шенпуэр грамм которого в рознице один грамм стоит 150 рублей это много это много я не пью такие чаи практически очень редко их пью не говорим сейчас про качество этого чая не важно абсолютно важно то что вот эта цена 150 рублей за грамм в рознице это много и скажем для чипить и на одного человека нужно 5 грамм вот и даже если мы умножим 150 на 5 получаем 750 рублей я готова отдать 750 рублей за чай пить и с таким чаем то есть прийти в клуб попробовать какой-то раритетный действительно чай который ты не знаешь хочешь ли ты покупать его себе домой или вообще сомневаешься что ты будешь пить такой чай но именно в клубе иметь возможность его попробовать за адекватные деньги 750 рублей это скажем в три раза больше чем стакан какого-то супер пупер капучино до который можно выпить но это действительно продукт очень крутой и я готова такие деньги отдать за чай пить и то есть чайный клуб современный это такое место где можно попробовать раритетные крутые сорта чая и в время обыденные скажем так базовые но высокого качества опять же вышеупомянуты заведения виктора енина чайная на тверской имеет классную чайную коллекцию потрясающий чай и плюс крутое мороженое но подача в азипотах и лично меня это просто сбивает я не могу понять почему я пью очень круто чай и пью его блин в азипоте даже пусть он стеклянные ну в общем когда пью супер крутой китайский чай тайваньский чай я хочу пить его по-китайски хочу пить его заваривая проливом в гайване да и зипот тоже дает пролив но это несоизмеримые вещи для меня что еще отметили вы в своих ответах писали мне личными сообщениями что вам важно в чайный качественные закуски да это правда хочется иметь возможность перекусить иметь возможность перекусить не только орешки сухофрукты пусть и высокого качества но какие-то десерты пироги и то есть что-то несложное невысокая кулинария но такое привычное для нас когда мы пьем кофе все таки нужно ориентироваться на формат кофе не потому что это любимый напиток не потому что он приоритетен для потребителя а потому что кофейщики просто уже набили столько шишек и прошли весь этот путь и отточили очень многие моменты а с другой стороны они действительно воспитали общество и теперь непонятно кто на кого больше влияет но мы имеем то что мы имеем а мы имеем в голове сочетание хорошего напитка и хорошего десерта или хорошего пирога то есть какой-то еды которую можно съесть какой-то перекусить и продолжить печать тем более что чай действительно вызывает аппетит и выпить три чая подряд остаться голодным и потом бежать куда-то кушать так немножко нехорошо а если чайно уютно и красиво это сидишь друзьями ты можешь и кушать и пить чай и просто идеальная картинка еще момент был вопрос коктейли чайный с алкоголем или без повторю что мне кажется возможность выбора свобода в принципе да это главная ценность которая нас есть и нужно этого стараться добиваться и если мы можем сделать комнату для кальянов и обеспечить там качественную вытяжку чтобы в тех местах где кальян не курят не было его запаха это идеально если мы можем заваривать кофе молоть кофе да хоть обжаривать кофе в комнате которая будет рядом но которая будет абсолютно защищена которая будет абсолютно блокировать запах чтобы он не выходил в другое помещение да супер чем больше возможностей тем лучше потому что люди разные желания у всех разные но если во всем этом будет присутствовать качественный настоящий хороший вкусный чай в разной подачи для каждого из желающих мнение людей будет о чае постоянно расширяться если раньше человек думал что чай это только напиток кальяну то возможно потом он поймет что это может быть и напиток без кальяна если раньше человек думал что чай это только напиток к торту наполеон то возможно со временем попробовав увидев что чай может быть другим он расширить свое представление и будет пить чай без наполеона хотя бы некоторые хотя бы иногда поэтому мне кажется должны быть разные 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 опции в чайные конечно персонал который помогает выбрать и предлагает разные варианты без снобизма и какая-то культурная программа которая должна быть мультикультурным безусловно потому что разные чайные культуры если мы претендуем на какой-то уровень высокой гастрономии уровень высокой культуры а мы на него претендуем говоря чайный в таком формате то все современные культурные мероприятия которые проходят в заведениях общепита скажем так они имеют место быть и в чайной это выставки картин выставки фотографии это какая-то библиотека это какой-то кинопросмотр это какие-то вечера встречи и все 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 вот это и даже музыкальные вечера все это очень органично вписывается в чайное заведение и вроде бы все понятно как это делается и вроде бы есть люди которые хотят пить чай но на самом деле мы натыкаемся на множество множество вопросов которые не дают четкого ответа на главный вопрос когда это начнет окупаться и я не вижу людей которые бы хотели в это вложиться и понимают что они могут извлечь из этого выгоду есть люди которые идейно хотели бы в это вложиться но они не представляют как это сделать материально есть люди которые заинтересованы материальной выгоде но им не так интересно все это культурное многообразие скажем тогда и и они обычно не открывая чайные я со своей стороны могла бы участвовать таком проекте как арт-директор как естественно человек который составляет чайное меню составляет чайную карту который обучает персонал собственно это я делаю сейчас для разных заведений но когда мне недавно один человек предложила давай откроем с тобой чайную какую ты хочешь я надолго задумалась и собственно несколько месяцев я об этом думала и сейчас рассказываю вам свои мысли но даже сейчас я не готова сказать утвердительно да давай потому что честно говоря я не уверена в успехе этого проекта был один вопрос как часто выходите в подобные заведения и ответы были разные от никогда ну скажем более лояльный ответ раз в месяц до 5 раз в неделю то есть с точки зрения маркетинга бизнес-процессов и вот это все экономической составляющей я абсолютный профан честно это не мое дело и я не могу гарантировать что даже вложив сюда весь свой опыт весь свой авторитет вывести все свои дипломы на стену этого заведения я не могу гарантировать что это заведение станет подобным мишленов скому ресторану и люди пойдут туда толпой будут записываться я не знаю нужно ли это людям на самом деле может быть только мне и вам тем кто безумно влюблен в чай это нужно но мы и так пьем чай дома и кстати я придумала что обязательно должна быть опция со своим прийти в чайную со своим чаем чайные люди очень часто хотят показать что-то другу из своей коллекции и заварить свой чай в каком-то заведении и эта опция она обязательно должна быть со своим иметь какой-то фиксированный ценник средний за чаепитие и человек может получить всю посуду необходимую горелку газ чайник или фарфоровый гайвань глиняный чайник даже и заварить сварить свой чай ну а вы напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете на эту тему нужна ли чайная если спрос как часто бы вы туда ходили как вы ее видите или какую-то фишку которую вы можете придумать что-то что вам бы хотелось видеть чайном клубе или что-то что вас дико бесит и вы бы не пошли в чайную если бы там было такое я знаю что для многих это кальян или алкоголь в карте даже если это не светится вот так вот на обложке меню все равно у некоторых людей это раздражает расскажите свое отношение к чайной современной и как вам моя идея ходили бы вы в такую чайную кто знает может быть этот человек будет еще предлагать мне открыть чайную и может быть я все-таки решусь на это хотя пока я очень-очень далека пока пьем чай дома покупаем чай на сайте и в в общем справляемся своими силами